Если вам, уважаемые зрители, еще нет 18 лет, то мы просим отвлечься от экрана на несколько минут. Таковы нормы закона. В следующем сюжете мы хотим рассказать об одном из предприятий переработки, которым гордится наш район. Продукцию фирмы «Славпром» знают без преувеличения по всей России. С руководителем и работниками предприятия о сегодняшнем и завтрашнем дне компании пообщались мои коллеги. Вот у нас мушкат. Пахнет мушкатом. Очень хороший материал. Садим за температурой, чтобы температура выше 19 не поднималась, потому что выше нельзя брожение делать. Кромный контроль. Вино не создается одним человеком. Точнее, создается, конечно, но это гаражные и домашние вины. Чтобы массово выпускать продукт, требуется серьезная команда. Одна из старейшин завода «Славпром» Валентина Степановна Григорьева. Именно под ее чутким надзором зреет вино. Вкус, цвет, запах, крепость – эти основы качества вина не остаются без контроля. Светая святых лабораторий, за день делается до сотни анализов. А пока в лаборатории царит сосредоточенная тишина, на линии переработки гудит слаженная работа. В машинах, оснащенных рефрижераторами, приходит элитный виноград для производства продукта премиум-класса. Собранный вручную, громко к громке, он появляется на заводе в сентябре, чтобы к февралю превратиться в первоклассный напиток. Качество вина обеспечивает новейшая итальянская техника, но без человека прока в ней мало. Химик по образованию Юлия Папандопула, главный винодел, технолог Славпрома, уверена в качестве продукта. Мы предлагаем людям то, что делаем сами. Жанна Беловол, генеральный директор компании, пригласила нас в гости в самую жаркую пору для винодела – выгрузку урожая. В это время в Славпроме, как одна семья, работает до сотни человек. Часть на приемке винограда, часть на полях. Кстати, основное сырье Славпром выращивает в личных виноградниках. Как говорит Жанна Викторовна, «порошковые» в кавычках «нанотехнологии» в Славпроме не применяют. Хотя от такой игры с открытыми картами прибыль невелика, на компромисс с совестью идти здесь не готовы. Зато готовы к новым свершениям. Самое основное – это новые закладки виноградников. То есть без отсутствия винограда не бывает качественного продукта. Необходимо и расширять производство, и его модернизировать. Собранные в 2016 году 4000 тонн винограда по волшебству превратятся в 4 миллиона бутылок вина и винного напитка 60 различных наименований. Продолжается выпуск кошерного вина, когора, фруктовых вин и вин традиционных. Раскрывая секреты, Жанна Беловол рассказала, что их вино удостоена чести продаваться под брендом «Красная поляна». Выпущена частная марка для сети «Ашан». Виноматериал Славпрома без труда проходит вторичную сертификацию при экспорте в такие республики, как Татарстан и Башкертостан. Все эти связи – результат серьезной работы по продвижению продукции, которую руководство Славпрома ведет с самого начала, с 2008 года. Одним из больших подспорий в продвижении является проводимая в Краснодаре кубанская ярмарка. Это одна из возможностей, и такое важное, такое большое количество людей, которые там есть, возможность донести именно свой продукт до потребителя. Не просто его донести, а еще раз показать, рассказать, объяснить, потому что для нас это только возможности еще раз подтвердить о том, что мы производим продукцию из натурального сырья и высокого качества. Тяжел труд любого из предприятий агропромышленного комплекса. Но если земледельцы в основном зависят от погоды, то успех работы винодела зависит от слияния десятков факторов, как природных, человеческих, так и экономических. Конкуренция на рынке вина сейчас велика, но уверенность в качестве своей продукции позволяет Славпрому быть уверенным и в завтрашнем дне.